Канал CCTV Русский продолжает серию специальных репортажей «Такая разная война». До 3 сентября мы рассказываем об участниках боевых действий, местах изжазоченных сражений и о людях, которые бережно хранят память о Второй мировой. Сегодняшний сюжет об истории одного фото, сделанного во время войны американским журналистам. На снимке 13-летний китайский солдат. Наши корреспонденты отыскали былого бойца. Подробности в материале далее. Задорный взгляд и невинная улыбка. Казалось бы, обычный ребенок. Вот только атрибуты боя на детском теле режут глаза. Это фото стало одним из красноречивых символов Второй мировой войны. На снимке тогда еще 13-летний Шэнь Юли. Сейчас ему 83. Но этот день ветеран помнит детально. Дело было в городе Лунлин, провинции Юньнань. Наш отряд был занят строительством баррикад близ города Ташань. В тот же день в регион приехали два американских журналиста. Один из них носил штатив и еду, другой делал снимки. Сначала думали сфотографировать меня в окопе, но я был слишком маленького роста. В итоге в качестве локации выбрали перекресток. Во время съемки мимо туда-сюда ходили местные жители. В армию Шэнь Юли призвали в 1942-м, когда ему было всего 11. Два года спустя он стал солдатом 200-й дивизии китайского экспедиционного корпуса. В ноябре 1944-го, когда американские журналисты фотографировали его, Шэнь Юли был самым молодым бойцом в отряде. Процесс создания этого постановочного фото он помнит подробно. Признается, чтобы снимок получился по-настоящему говорящим, однополчане повесили ему на плечи дополнительные атрибуты полевой жизни. Вот, например, эта бутылка по сути пуста, внутри немного соли и перца. Мы позаимствовали ее у моего командира. А этот мешок риса, обычно я его с собой не носил, внутри две булки. И кому предназначался этот позитивный жест, большой палец вверх? Шэнь поясняет, фотографу лично и всему миру в частности. Когда наш отряд был в Куньмине, нам доводилось встречать много американцев. Обычно показывали им поднятые вверх большие пальцы рук, как бы говоря, очень хорошо. Они были счастливы. Я согласился повторить это на камеру. Посыл был примерно следующий. Вы молодцы, но мы, китайцы, тоже хороши. Это фото было одним из десятков тысяч, сделанных 164-м военным курпунктом США. Чжэнь Юли никогда не думал, что увидит снимок. Я просто решил подарить ему это фото в качестве сувенира, потому что знал, что ребенком он воевал. Когда он взглянул на снимок, сразу произнес, так это же я. Мы все были удивлены. Но без тени колебаний он рассказал подробности съемки. И тогда мы поверили. Мальчик на фото действительно Чжэнь Юли. В архивных заметках о фото написано. На снимке Ли Чанхон. Эксперты полагают, что это связано с американскими особенностями написания китайских имен. Но Чжэнь Юли точно знает. Это он. И хранит снимок как сокровище. И первое в жизни фото. По воле судьбы, его детство было слишком взрослым. С оглядкой на свою жизнь сегодня Чжэнь Юли мечтает о главном. Чтобы внучка и другие дети по всему миру никогда не видели войны. Виктория Слепцова, СиСиТиВи.